Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать в Центре компьютерного обучения специалистов МГТУ имени Бауна. Сегодня у нас с вами день открытых дверей. Дело в том, что мы решили запустить программу, новую программу, для того, чтобы рассказать о профессиях, которые сейчас есть на рынке, и чем они отличаются, какие есть особенности у этих профессий. И сегодня у нас будет первая встреча с вами. И сегодня мы нашу встречу посвятим котровикам, HR-менеджерам, HR-директорам, HR-бизнес-партнерам, HR-дженералистам, рекрутерам. То есть очень много всяких названий. И многие путаются в них, не понимают, чем одно название отличается от другого и вообще. Куда дальше двигаться, как развиваться, что интересного есть в наших профессиях. И эту встречу проведу я, Светлышева Ольга Юрьевна. Нашему центру в этом году исполняется 27 лет. 10 ноября у нас будет праздник. Это информация о нашем центре. И у нас более 250 преподавателей. Очень много направлений различных курсов. И мы всегда вас рады видеть на любом из них. Сейчас очень много говорят о том, что роботы пришли на рынок и хотят вытеснить людей. Многие боятся. Падают в обморок и говорят, ах, ах, а как же мы? Мы живые люди, мы тоже хотим работать. Так вот, хочу вас успокоить, проверьте мои слова через некоторое время, что любому человеку найдется место. Другой вопрос, что наш функционал будет трансформироваться. Мы уже будем как-то иначе, другие функции выполнять. Но то, что каждый человек нужен будет, это однозначно. Я имею в виду профессионал, конечно. Вот. Поэтому вот этот лозунг, каждому нужно будущее, а будущему нужен каждый, мне очень нравится, я считаю, что это правильно. Итак, что же это такое день открытых дверей в нашем центре и с какой целью мы его проводим? Первая цель – это познакомить присутствующих с современными профессиями, актуальными на сегодняшний день. И второе – рассказать о том, как мы можем помочь вам в становлении в профессии, ну или в реализации в собственной. Какие вопросы будем сегодня обсуждать? Сегодня мы узнаем, что это за профессия кадровика или HR-майм, как она родилась, откуда она родилась, в чем разница между этими понятиями, куда можно расти, хочу быть директором. Сейчас мы работаем по профстандартам, и здесь мы поговорим о том, что написано в нашем профстандарте, он называется «Специалист по управлению персоналом», и чем, как его правильно читать, и чем он нам может помочь с точки зрения реализации. Ну и обсудим вопрос, а что будет дальше, как будет развиваться дальше наша профессия, и куда нам идти, чему учиться, и как вообще дальше жить. Вот такие вопросы мы с вами и обсудим. Меня зовут Ольга Юрьевна Светлышева, это мои регалии. Начинала я с преподавания в высшем учебном заведении, и затем, окончив годичный курс о применении Ломоносова, я ушла в HR. И, наверное, именно эта часть будет сегодня интересна, потому что начала я в HR с рекрутмента. Я была менеджер по подбору персоналов в кадровом агентстве. Это самая низшая должность в рекрутменте, ну, я имею в виду вообще в HR. Хотя работа очень сложная, и я считаю, что эту работу должны выполнять люди взрослые, опытные, а вот почему-то у нас принято на эту должность набирать новичков без опыта работы, девочек, мальчиков и так далее. На мой взгляд, это не совсем справедливо, потому что для того, чтобы оценить другого человека, надо иметь все-таки опыт, да, и жизненный в том числе. И вот первое мое место было рекрутмент, затем следующая моя компания, которую я называю «Раем», потому что я работала в цветочном бизнесе, это оптово-розничная продажа цветов, и я там была HR-дженералистом, то есть менеджер по персоналу в единственном лице. Это действительно был рай с точки зрения того, что все документы были в порядке, мне их передавал юрист, у которого все прям по полочкам было разложено. И я почему-то решила, что так и должно быть в жизни, что да, вот порядок он должен быть, у подарков порядок. И в этой компании я уже занималась не только подбором персонала, но и кадром делопроизводства. Вот это называется HR-дженералисты, менеджер по персоналу в единственном лице в компании, где небольшое количество людей, у нас было чуть больше 100 человек, ну где-то примерно вот от этого количества уже начинают задуматься над тем, что нужен человек, который будет заниматься и кадром делопроизводства, ну и еще какие-то управленческие моменты вести. Далее следующее мое место работы было, это начальник отдела кадров в достаточно крупном холдинге. И там я уже занималась не только своей непосредственной работой, но и организовывала работу отдела. То есть это уже следующая ступенька. И вот то, что произошло со мной, это называется межорганизационная карьера. Переходя из одной организации в другую, с изменением функционала, с повышением статуса и так далее, вот я это все получила. Я так подробно рассказываю, потому что мы сейчас каждую из этих должностей будем отдельно рассматривать и с точки зрения профессиональных стандартов в том числе. И следующая моя должность была HR-директора или директор по персоналу. И там я уже занималась и кадром делопроизводством, курировала, естественно, все и подбор персонала, и у нас было несколько отделов, я курировала несколько этих отделов, несколько направлений. Самая главная ответственность у меня была, это разработка стратегии. Как укомплектовать производство, это было производство нужными людьми, профессионалами, как их правильно оценить, как их развивать и так далее. То есть вот там наверху все это мы делали. И еще одна моя должность, она называлась тоже директор по персоналу, но там я уже выполняла роль HR-BP, менеджера персонала, бизнес-партнера, HR-бизнес-партнера. В чем разница между директором по персоналу и HR-бизнес-партнером? Директор по персоналу, он занимается стратегией, да, действительно, и курирует все направления, но в основном это все-таки такая, скажем, такая должность, которая предполагает подстройку под общую стратегию. То есть нам сказали, что мы открываем новый филиал, и наша стратегия – это набрать персонал в этот филиал. И мы уже там думаем, как это правильно сделать, кто нам нужен и так далее. А HR-бизнес-партнер – это должность, которая предполагает не просто выполнение каких-то функций, а именно партнерство в бизнесе. HR-бизнес-партнер должен очень хорошо знать бизнес, особенности бизнеса, и не просто выполнять заказ бизнеса, помогать ему, может быть, даже инициировать что-то. Ну, например, если руководитель структурного подразделения приходит и говорит, что мне надо такое-то количество персонала, то обычный исполнитель HR, он, конечно, начинает выполнять, потому что руководитель структурного подразделения является нашим заказчиком, внутренним клиентом, и мы обязаны его обеспечить, его нужным количеством персонала. При бизнес-партнерстве происходит несколько иначе. Мы уже планируем количество персонала, во-первых, вместе, естественно, с руководителями, и, во-вторых, если все-таки такая задача перед нами ставится, руководителями, мы думаем о том, а можно ли обойтись без подбора. Например, можно ли отдать какую-то функцию на аутсорсинг, или можно ли перераспределить функции, нормированным трудом мы занимаемся и так далее. Десять лет назад я пришла в Центр компьютерного обучения специалист в качестве дидиректора персонала, ну и затем плавно перетекла в преподавание. Сегодня я веду курсы по управлению персоналом, кадровые курсы для кадровиков. Консультирую, публикуюсь, выступаю. Вы могли видеть мои публикации в таких журналах, как «Кадровое дело», например, или в «Суперджопе», или в «Консультанты» я тоже пишу статьи. Ну и выступления тоже на разных площадках имеются. Адрес моей корпоративной почты вы сможете увидеть в своем личном кабинете под фамилией преподавателя. Пожалуйста, пишите. На сайте специалист.ру у каждого преподавателя есть своя страница. На моей странице есть статьи по разным направлениям и есть видеозаписи таких же вебинаров, поэтому, если вам интересно, приходите, смотрите. Это все для вас бесплатно. В социальных сетях я тоже зарегистрирована. Перед нами ваш личный кабинет, название нашего семинара. Здесь же вы можете скачать презентацию к этому семинару. И здесь же в переписке вы можете переписываться друг с другом с членами нашей группы. И здесь я написала вам предложение в HR-клуб ВКонтакте. По ссылке, скопировав эту ссылку, вы можете вставить в браузер и пройти. Мы специально сделали такой клуб для выпускников и для слушателей нашего центра, для того, чтобы обмениваться различными мнениями, кейсами, вопросами. Там, например, когда я публикую вакансии для тех, кто ищет работу, или, например, вам нужен сотрудник, вы можете мне написать, я там опубликую и так далее. То есть у нас вот такой вот межсобойчик, наше сообщество есть. Так что приходите. Итак, переходим, собственно, к вопросу. Как рождалась профессия? И в России сейчас у нас есть, вот я о себе рассказывала, кадровик, рекрутер. Кадровик тот, кто занимается оформлением трудовых отношений на деле кадров. Как правило, рекрутер тот, кто занимается подбором персонала. Менеджер по персоналу, HR-менеджер, это синонимы. Просто по-разному называется HR. Это хьемодорезенция с человеческие ресурсы. Ну, тот же самый менеджер по персоналу. Это общее название всех менеджеров по персоналу, которые занимаются разными направлениями деятельности. И дальше вот это у нас специалисты. Это очень важно для понимания профессионального стандарта. А дальше идут уже другие уровни. Например, директор по персоналу, HR-директор, HR-дженералист и HR-бизнес-партнер. Это по статусу уже более высокие должности, которые предполагают либо выполнение этих функций, вот HR-дженералист и HR-бизнес-партнер, либо курирование целого департамента или службы персонала. Если брать наше законодательство, где и что сказано про эти должности? Есть два праздника в России. Это праздник День кадровика, который мы отмечаем 24 мая. Потому что в 1835 году вышло постановление об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на ОН и Панайбу. Задолго до отмены крепостного права уже был вот такой вот прообраз трудового кодекса. Поэтому 24 мая это наш с вами профессиональный праздник, День кадровика. И еще один День кадровика, более молодой. Мы отмечаем 12 октября, потому что в 1918 году, в этом году ровно 100 лет исполнилось этому празднику, решением Народного комиссариата юстиции была принята инструкция об организации советской рабочей-крестьянской милиции. Согласно которой в органах внутренних дел возникли первые кадровые аппараты. Это такой советский праздник, в советское время мы отмечали имена 12 октября, ну а теперь по традиции дважды отмечаем. Это кадровики. По поводу менеджера персонала. Наверняка вам знакомо название документа «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих». Он был утвержден в 1998 году и впервые там было введено название профессии, специальности, должности, менеджера персонала. Там достаточно много обязанностей, но я выделила самые основные, на мой взгляд. То, что HR-менеджер организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития предприятий, учреждений, организаций и конкретными направлениями кадровой политики для достижения эффективного использования профессионального совершенствования работников. И там же в «Квалификационном справочнике» даны требования к квалификации. HR-менеджер должен иметь высшее профессиональное образование по специальности менеджер или высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области менеджмента. Дополнительная подготовка – это то, что мы делаем в нашем центре, и даем дополнительную подготовку. И старшая работа по специальности не менее двух лет – это «Квалификационный справочник». В «Квалификационном справочнике» также есть должность, которая называется «Заместитель директора по управлению персоналом». Фактически это «Директор по персоналу». Тоже много обязанностей я объединила, и у меня получилось следующее. Возглавляет работу по формированию кадровой политики, определение ее основных направлений в соответствии со стратегией развития предприятия и мер по ее реализации. Принимает участие в разработке бизнес-планов предприятия, в частности, обеспеченные его трудовыми ресурсами. Требования квалификации. Здесь требуется также высшее профессиональное образование и старшая работа по специальности на руководящих и других должностях по управлению персоналом уже не менее пяти лет. То есть требования уже повышаются. И все, собственно говоря. Больше ни о каких должностях речь не идет в квалификационных справедливых. Но согласитесь, что этого маловато, потому что у нас есть еще HR-дженералист и HR-бизнес-партнер. Значит, разницу я вам объяснила. И вот эти названия написаны по-английски, потому что они пришли из западного менеджмента. HR-дженералист – это единственный в своем лице исполнитель, фактически, мини-HR-директор. Ну а HR-бизнес-партнер – это тот, кто помогает бизнесу достичь цели при помощи человеческого ресурса. Таким образом, мы можем разделить, выделить главную задачу для всех HR-ов и разделить на две части функционал HR-ов. Главная задача заключается в том, что надо управлять трудовыми отношениями, чем занимаются менеджеры по персоналу, и документально их оформлять, чем занимаются кадровики. Для достижения цели организации. Если мы не знаем цели и специфики организации, мы будем неэффективны и, собственно, неинтересны работодателям. Так все-таки, кадровик или HR? В свое время я пришла в организацию, директором по персоналу, и меня начальник отдела кадров спросил, а вы кадровик или HR? Чем поставила меня, естественно, в тупик, потому что, когда я обучалась в МГУ имени Ломоносова, нас учили, что HR и кадровик – это две стороны одной медали, одно ли другого не может существовать. Я как-то так свыклась с этой мыслью, а когда меня пытались привлечь на одну какую-то сторону, я, конечно, удивилась. Так вот, управление персоналом предполагает подбор персонала, адаптацию, оценку, аттестацию, развитие, мотивирование и так далее. Оформление трудовых отношений – это все, что касается кадрового учета, введения документации и так далее. И, конечно, если рекрутер не будет знать особенности оформления трудовых отношений, он очень много ошибок может допустить. Ну и наоборот, если кадровик не будет знать, как происходит подбор персонала или оценка, то само по себе оформление трудовых отношений может быть не очень эффективным. Куда расти? Есть два уровня управления – это оперативный и стратегический. В чем разница? Оперативный – это когда у конкретного руководителя есть подчиненные. Например, начальник отдела кадров или начальник отдела подбора. Стратегический – когда у него непосредственных подчиненных нет. Он курирует направление. Например, директор персонала. Ну кем он управляет? Он же не управляет начальником отдела кадров? Нет, конечно. Он курирует деятельность всей кадровой службы. Почему стратегический? Потому что он разрабатывает ту самую HR-стратегию, которая поможет достичь каких-то целей. Разница колоссальная. Потому что в оперативном управлении требуется планировать работу других людей, мотивировать их, организовывать, диригировать полномочия, контролировать именно других людей в том числе. А в стратегическом уровне надо иметь аналитический склад мышления для того, чтобы не конкретным человеком управлять, а вот целой системой, процессами и ресурсами. Вот этот слайд я показываю на своих курсах. Может быть, кто-то его узнает. Здесь у нас такой кейс. Я показываю три организационные структуры. Это линейно-функциональные организационные структуры. И спрашиваю, как вы думаете, какое место HR, сейчас тоже увидите, самое оптимальное для бизнеса. Не для HR самого, а именно для бизнеса. И вот три варианта. Здесь HR находится здесь. В данном случае здесь. Ну и третий вариант вот здесь. Непосредственно генеральному директору подчиняется. Хотела спросить, как вы думаете? Да, конечно, конечно. Однозначно последний. И для бизнеса, еще раз повторяю, потому что здесь у нас испорченный телефон будет, здесь очень много факторов, влияющих на решение, на принятие решения и всего прочего. А это показатель того, что руководитель организации понимает важность человеческих ресурсов. И он может принимать решение уже непосредственно с HR. Неважно, как он будет называться. HR-директор, HR-дженералист, HR-бизнес-партнер. Вот это как раз не играет роль. А самое главное, что место HR должно быть вот здесь, вместе с остальными функциональными руководителями. По поводу профстатартов. Только ленивый не слышал о том, что с 1 июля 2016 года мы работаем по профстатарту. Что это означает? Это означает, что есть определенные должности, специальности, работники которых должны соответствовать требованиям профессиональных стандартов, иначе они не смогут выполнять свои функции, например, медицинские работники, педагогические работники, сварщик и так далее. На других действия профессионального стандарта распространяются и имеют такой рекомендательный характер. И еще к 2020 году государственные организации должны у себя внедрить профессиональные стандарты. Вот это основные требования. Что касается нашего профстандарта, у нас на сегодняшний день в нашей профессии утверждены два профессиональных стандарта. Общий, он называется специалист по управлению персоналом, и еще один из направлений, это специалист по подбору персонала, и в скобках рекрутер написано. Вот так выглядит титульный лист этого профстандарта, это содержание, здесь несколько обобщенных функций, и обратите, пожалуйста, внимание, здесь мелко написано, поэтому я сейчас перейду сразу к следующему слайду. Та же самая информация, но уже с учетом квалификационных уровней. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь несколько направлений деятельности. При этом первые шесть, вот эти шесть, это специалисты, у них нет подчиненных, седьмой уровень, это руководители структурных подразделений, вот те самые, у которых есть непосредственно руководители, операционное управление персоналом, подразделениями организаций. А восьмой уровень, самый высокий, он стратегический уровень. Здесь находится директор по персоналу, HR бизнес-партнер и так далее. И дальше идут уровни квалификации. Что означает уровень квалификации? Пятый уровень. Для работника, который будет выполнять эту деятельность, достаточно наличия среднего образования, среднего профессионального образования, и дальше он повышает квалификацию по направлению. Для шестого уровня, это вот специалисты все, да, требуется уже наличие высшего образования, бакалавриат. Для седьмого уровня требуется наличие высшего образования, специалитет или магистратура уровень. И, опять же, дополнительное образование везде здесь есть. Ну вот давайте по порядку. Значит, чем наш центр может быть полезен? У нас есть такая схема. В верхней части это оформление трудовых отношений, в нижней части курсы по управлению персоналом. Документы, которые мы выдаем, они подтверждают вашу квалификацию, удостоверение о повышении квалификации, если есть соответствующее направление, образование в соответствующем направлении, диплом профессиональной переподготовки, нужен тем, у кого нет, вернее, есть определенный уровень образования, допустим, высшее бакалавриат, но нет направления. Например, в свое время я получила образование специалитет, но когда я преподавала, я преподаватель, если педагогическое образование, и захотела перейти в HR, то мне надо было получить диплом профессиональной переподготовки, который дает, вот в МГУ я именно его получила, который дает возможность заниматься другой деятельностью. Для этого не обязательно второе, третье, высшее образование получать, достаточно переподготовку пройти. Итак, первый уровень, по профстандартам, это документационное обеспечение работы с персоналом. Как правило, эти специалисты работают в отделе кадров. Как они могут называться? Вот в профстандартах нет названий, конкретных названий должности. Есть примерные, то есть мы можем их использовать, можем как-то иначе называть, например, специалист по кадровому делопроизводству, специалист по документационному обеспечению работы с персоналом, специалист по документационному обеспечению персонала, специалист по персоналу, пожалуйста. И требования у них следующие. Среднее профессиональное образование, программа подготовки специалистов в среднем здании, и обязательно дополнительное профессиональное образование, то, что мы даем. Требования к опыту работы нет. В нашем центре есть курсы, пройдя которые, человек, который не имеет соответствующего образования, может повысить свою квалификацию. Есть отдельные треки, или программы профессиональной подготовки, повышение квалификации, кадровая работа, времена организации, тут несколько курсов. И можно отдельно взять любой из этих курсов, которые здесь перечислены. У нас 5 уровней кадровой работы современной организации. Есть отдельно курс, который называется «Право для работника кадровой службы». Приглашаю вас на обновленный курс. Мы его обновили. Очень большой популярностью пользуется у нас курс «Иностранные работники. Привлечение и оформление». Он небольшой, 16 академических часов, но очень важный. Потому что, кто работает с иностранными работниками, знает, что штрафы очень высокие. Самые высокие, пожалуй, чем все старые нарушения. Поэтому здесь, конечно, надо этому учиться. Второй уровень – это рекрупмент. Деятельность по обеспечению персоналом. Требования к специалистам по подбору персонала, специалистам по персоналу и специалистам по персоналу, менеджерам по персоналу. Высшее образование – бакалавриат. И дополнительно то, что мы даем. И вот, к моему сожалению, о чем я и говорила, требований к опыту работы практически отсутствуют. Хотя, на мой взгляд, это неправильно. Но я, к сожалению, не лицо принимающей решения, поэтому так. И мы специально для рекрутеров подготовили дипломную программу для профессиональной переподготовки. И ряд еще интересных курсов. Например, могу отметить практический курс по подбору персонала, где мы учимся проводить собеседования, отрабатывать методики. Есть отдельная методика проверка персонала ассессмент-центром или методика диск. Тоже очень интересно. Это все отдельные курсы. Ну и вот есть еще курс, называется «Профессиональные стандарты. Особенности внедрения применения». Как внедрять в организации профессиональные стандарты. Следующий уровень – это деятельность по оценке и аттестации персонала. Специалисты могут называться по-разному, а требования такие же, как в предыдущем случае. Это высшее образование должно быть и дополнительные по специальности. Требований к опыту нет. Тем, кто занимается оценкой персонала, мы предлагаем курсы менеджер-персонала уровень 1. Есть отдельный курс, который называется «Метеджер по оценке и аттестации персонала». Во многих компаниях сейчас вводятся плановые показатели или ключевые показатели эффективности. Вот по тому, как разрабатывать ключевые показатели эффективности, KPI, да, есть отдельный курс у нас. Ассессмент-центр сюда же. И профессиональные стандарты тоже. Потому что оценки отработников надо по профессиональным стандартам в том числе. Следующий уровень специалистов называется «Развитие персонала». Долженности могут по-разному называться. Здесь требуется высшее образование, бакалавриат и дополнительные по специальности. И мы приготовили для вас программу повышения квалификации. Тут несколько курсов. ПК – это повышение квалификации. Она так и называется. Менеджер по обучению и развитию персонала. Ряд курсов. Например, у нас есть очень интересный курс «Тренинг для тренеров». Все время, когда я работала в отеле, нам потребовалось обучить наших работников. И мы приняли решение не просто пригласить какого-то человека, чтобы он обучил, потому что он уйдет, работник уволится или придет новый работник, и опять придется кого-то приглашать. Мы разработали стандарты по всем направлениям и обучили наших руководителей структурных подразделений проводить тренинги. Мы провели вот такой тренинг для тренеров, потому что специалисты, которые сами умеют что-то делать, не всегда умеют донести это до других людей. Нужна какая-то специальная методика о том, как начинать, как эта структура, какой материал подбирать, какие методы использовать и так далее. Вот мы именно этому обучили. И у нас тоже есть такой интересный тренинг для тренеров, где учат именно этой методике. Вот новый курс на киноставничество, как руководителю развивать и обучать своих подчиненных. Есть курс, который обучает бизнес-тренеров. В некоторых организациях тоже есть такие должности. Ну и, конечно же, современные методы работы с кадровым резервом, управления талантами, тоже очень важный момент, потому что сейчас на рынке есть понятие и кадрового резерва, и управления талантами, и не всегда работодатель понимает, в чем разница. И даже HR всегда понимает, в чем разница, и что нужно сделать, и что нам лично нужно, и как вообще с этим работать. Следующий уровень – деятельность по организации труда и его оплаты. по-разному называется, чаще всего специалист по компенсациям и льготам, или как-то иначе может называться. Также требуется высшее образование, дополнительное, но требований к опыту работы практически можно не иметь. Что здесь мы можем предложить? Мы сделали 2-3 даже программы. Ну, деньги, понятное дело, да? По деньгам побольше надо. Это специалист по организации оплаты труда с использованием автоматизированных систем кадрового учета по нескольку курсов, менеджер по компенсациям и льготам, отдельно, вот специально для этой профессии, и управление персоналом мотивацией – ключевой показатель эффективности. А также можно пройти отдельные курсы, например, построение эффективности системы оплаты труда, типичные ошибки, практические рекомендации. Это не бухгалтерские курсы, там мы не учим рассчитывать заработную плату. Мы здесь говорим о том, как правильно выстроить эту систему, чтобы работников она мотивирована на достижение определенных целей. Ну, естественно, разрабатываем тоже. И отдельно, вот есть, например, мотивация персонала – это не материальная мотивация. Как кроме денег можно мотивировать персонал? И еще один уровень, это пока специалисты у нас идут, это деятельность по организации корпоративной и социальной политики. Название должностей может быть разное, высшее образование обязательно, дополнительное, ну, требования к опыту нет. Что можно предложить? Менеджер по персоналу уровень 1 и 2. Есть отдельный курс, который называется менеджер по корпоративной и социальной политике и управление организационными изменениями. Вот очень часто мне задают вопросы наши менеджеры, как мне дать ту или иную стратегию, потому что, допустим, мы хотим ввести оценку персонала в организации, ну, или пересмотреть там оплату труда. Но люди-то сопротивляются, они же этого не хотят. Даже если мы объясняем, ребята, все будет хорошо, вот давайте попробуем, вот вы увидите, что вы больше денег будете зарабатывать. Но есть некое недоверие. Ну, во-первых, человек привыкает к тому, что существует, к стабильности. Не каждый хочет выйти из круга, из зоны комфорта, совершенно верно. Вот, пусть лучше так, но, по крайней мере, стабильно, я уверен, в завтрашнем дне. И может быть различное сопротивление вплоть до саботажа. Вот вопрос, что делать в этом случае. Ну, особенно это происходит, когда какие-то не очень популярные меры происходят. Ну, например, мы хотим оценить персонал, систему оценки вести. С одной стороны, это здорово, потому что если меня оценят и увидят, что я хорошо работаю, мне же больше денег будут платить. А с другой стороны, а вдруг я не покажу эти результаты. И человек, конечно, пугается. Так вот, в этом случае надо правильно внедрять изменения. Изменения проходят не одну стадию. Это время требуется. Мы не можем на следующий день внедрить изменения и сказать, что все хорошо, и все это спокойно пройдет. Даже законодатель это понимает. И в Трудовом кодексе Российской Федерации, я надеюсь, что вы знакомы с ним, там написано, например, при увольнении работников вы должны предупредить за два месяца. Или по сокращению численности ли штата. Или 74-я статья. При изменении каких-то условий труда организационных или технологических тоже надо предупредить за два месяца. Почему? Ну вот именно потому, что за эти два месяца надо разработать план определенный, внедрение, в том числе и какие-то переговорные моменты, вот это и так далее. Вот очень интересный курс, который называется управление организационными изменениями, гибкой адаптацией, изменяющимся условиями. Ну а теперь мы переходим на следующий уровень, потому что это уже не специалист, это уже руководитель структурного подразделения, то есть непосредственный руководитель. Он должен, называться должность может по-разному, но он должен иметь высшее образование, специалитет, либо магистратуру, обратите на это внимание, не менее пяти лет в области управления персоналом, но и дополнительное образование. Что предлагаем? У нас есть дипломная программа, она называется руководитель кадровой службы в создании автоматизированных систем управления. И отдельные курсы, например, очень хороший курс рекомендует руководитель структурного подразделения. Люди в восторге от этого курса, потому что там даются инструменты, именно те инструменты, при помощи которых можно управлять. Многие даже очень опытные руководители приходят и узнают что-то новое, и удивляются, говорят, как же я жил до этого, как же я руководил, не зная таких элементарных вещей. То есть немножко по-другому смотрят. Ну, ключевые аспекты работы кадровой службы для руководителей и HR-бизнес-партнер. И, наконец, стратегическое управление персоналом. Это красивые такие названия, например, вице-президент по управлению персоналом, директор персонала и так далее. Здесь также требуется высшее образование магистратура или специалитет, не менее пяти лет в области управления персоналом на руководящих должностях и дополнительное профессиональное образование. Также мы подготовили программу, она называется «Директор по персоналу». Это дипломная программа, то есть у профессиональной переподготовки. На выходе диплом выручает. И несколько документов, несколько курсов отдельных есть, можете пройти их отдельно. Например, HR-бизнес-партнер. Это новый курс, мы специально его разработали по просьбе наших слушателей, потому что я вам не хватало вот этого момента, мы его разработали. И на этом курсе мы рассказываем о том, что такое бизнес-процесс, как их правильно нужно выстраивать, как их перестраивать надо, как нужно управлять изменениями, как можно работать в стиле. Сейчас очень модные такие слова, сейчас буду говорить, вы, наверное, их слышали, но не все понимают до конца, что это такое. Scrum, Agile, Kanban. Это вот такие гибкие технологии. И, конечно же, Digital, наше руководство, нашей страной называют это цифровой экономикой по-русски, а западная компания называется Digital. И очень им нравится, что никто ничего не понимает, что такое Digital, но это цифровая технология. Поэтому приходите, тоже мы с вами это обсудим. Вот такую схему тоже, путеводитель может посмотреть на нашем сайте. Мне очень нравится и очень большая благодарность нашим рекламщикам. Здесь мелко написано, на сайте можно увеличить все это, потому что здесь сразу все видно. Это вот в шапочках дипломные программы и какие курсы входят в дипломные программы. Ну, а это программы по профессиональной, по высшению квалификации. Тоже какие курсы входят. Все это можете посмотреть на нашем сайте, разглядеть это все внимательно, красиво. И еще хочу обратить ваше внимание, что не каждой компании нужен менеджер по персоналу. Потому что, если это самое начало, вот здесь у нас жизненный цикл компании, и только-только зародилась компания, понятно, что такой должности, наверное, нет. Потому что при семейном бизнесе все делают все, люди объединяются и говорят, вот у нас такая идея, давайте мы это сделаем. И распределяют между собой функционал. И функции HR выполняет кто-нибудь или все выполняют. Допустим, подбором все занимаются. Или кто-то один руководитель занимает подбором и так далее. А главный бухгалтер, допустим, ведет кадровый дел производства. Когда появляется необходимость в первом HR? Вот здесь, на этапе роста. Когда в организации, тоже на своем примере, приводила, уже около ста человек и более. когда руководитель понимает, что один специально обученный человек, даже вот главный бухгалтер, он не может свои функции выполнять еще за кадровика. И тогда приходит решение принять на работу специально обученного человека, назвать его менеджером персоналу или HR-менеджером, или HR-генералист и вот вручить ему все эти направления деятельности. Пусть он занимается подбором, кадром делопроизводством, ну и чем-нибудь еще. Развитим персонал, например. Или оцепим персонал. На этапе зрелости в организации уже существует несколько подразделений или одно подразделение. Называется отдел персонала или служба персонала, или как-то иначе. И здесь уже ведется работа по всем направлениям. Ну а на этапе упадка опять у нас остается кто? Кадровик, который должен всех уволить, повесить амбарный замок на дверь и последнему идти, правильно? Вот тут уже, конечно, ни рекрутеры не нужны, ни оценщики, никто. Таким образом, мы востребованы вот на этих этапах, на этапе роста и на этапе зрелости. Что будет дальше с вашей профессией? А дальше будет вот этот самый диджитал, вот это красивое слово, цифровая трансформация. Что она с собой подразумевает? По всем направлениям деятельности цифровая экономика, она уже входит в нашу жизнь, или там диджитал, то, что мы называем. Ну, если мы возьмем кадровое дело производства, самое такое вот, понятное, наверное, это автоматизация. Нет уже ни одной компании, я не говорю о малых предприятиях, понятно, что если это микропредприятие до 15 человек, может быть, пока еще и рано установить какую-то программу, 1С и так далее. Но если в организации 100 и более человек, то есть уже за малые предприятия вышли, тогда, конечно, такая необходимость требуется. Это автоматизация кадрового дела производства в первую очередь. При подборе слышали про робота Веру? Кто-то слышал, кто-то нет. Вот так она выглядит. В любом случае, именно такую фотографию разместили на сайте, который так и называется робот Вера, можете в интернете посмотреть. Она занимается массовым подбором персонала, именно занимается, я не оговорилась. Она может делать звонки, знаете, как персональный помощник в телефонах, может быть, у вас есть, с ней может разговаривать, она отвечает на вопросы, она задает вопросы, она выбирает резюме подходящее, она назначает собеседование. Ну, понятно, что пока еще она собеседование не проводит, я еще пока не доверяет, но вполне возможно, что в скором времени она этим будет заниматься. И ее услугой пользуются некоторые телекоммуникационные компании, например, МТС, и торговые компании сети, например, Пятерочка. Вот при массовом подборе она просто незаменима. Что еще? При обучении есть такое понятие, как педагогический дизайн. Что значит педагогический дизайн? Диджитал, или вот эта вот цифровая экономика, или трансформация, она помогает, есть разные программы, она помогает создавать свои тренинги, свои курсы какие-то, нужные именно для этой организации. Это могут быть различные видеокурсы для удаленного обучения, например, да, вот, или какие-то курсы через телеконференции, и вебинары, и так далее. Про гибкие методы я уже говорила, но это тоже очень важно. Если мы используем методы скрамы, джалы, и так далее, в управлении персоналом, там тоже потребуется какая-то программа, которая нам будет помогать. Есть такое понятие, как HR-бренд, тоже наверняка слышали. Согласитесь, что в компанию, о которой все знают, туда стремится большой поток людей. Ну, потому что он на слуху. Это не потому, что он действительно самый лучший, а просто на слуху. И вот проводили исследования, и по последним данным первые места занимают в течение нескольких лет. Как вы думаете, какие компании, как работодатели? Google, совершенно верно, и? Газпром. Это совершенно разные направления деятельности, это разные корпоративные культуры и так далее. Поэтому обе эти компании примерно на одном уровне находятся. Google, Яндекс, это с одной стороны, Газпром, там всякие, Лукойл и все прочее, это с другой стороны, все понятно. Так вот, вот это развитие HR-бренда, оно очень важно для и подбора, и для управления персоналом. Это происходит через социальные сети, через профессиональные сообщества, через карьерные сайты, и там тоже требуется вот тот самый digital, HR-digital. Кроме того, надо понимать, как мы работаем. И здесь без HR-аналитики big data так называемая, то есть большие данные не обойтись. Для чего вам это нужно? Да для того, чтобы понимать, вот я иногда спрашиваю, скажите, пожалуйста, как вы думаете, какое оптимальное количество процентов типа чтеперсонала? И никто правильно не ответит, потому что это очень общий вопрос. Для каких-то целей нужен один процент, для каких-то другой. но я подсказываю обычно, что текущий персонал должна быть управляемой, но для того, чтобы управлять ей, нам надо понимать, какая она, и от чего это зависит, и все прочее. И также вот эти вот big data, они нужны. Это называется HR-аналитика, и мы ей тоже должны заниматься. Вот я привела несколько примеров того, к чему мы идем. Поэтому, где бы вы ни находились в HR, какой бы сейчас должность не занимали, нужно понимать, что все там будем, да? Все равно наша работа трансформируется именно через программы, через какие-то другие подходы и так далее. Сама профессия, естественно, останется, пока без человека невозможно обойтись, к счастью. Но требования будут другие. Будут уже не просто требования soft skills, допустим, хотя это очень важно. Это вот таким называемым мягкие навыки, умение вести переговоры и так далее. А здесь уже будет требование именно умения общения и в социальных сетях, да, и работы с роботами, роботизация, и работа в разных программах и так далее. Вот к чему надо стремиться. И понятно, что без обучения не обойтись. Мне очень нравится этот слайд, называется «Что должен уметь специалист будущего?» Это относится не только к HR, это относится абсолютно, наверное, к любому специалисту. И вот здесь 10 таких вот навыков, компетенций, которыми должны обладать эти специалисты. Например, быть кросс-функциональным, работать на стыке профессии. Ну, собственно, HR-ы так и делают, потому что HR-дженералист это вот как раз тот самый человек, который умеет иногда и зарплату рассчитать, потому что близок к бухгалтерии, да, и посчитать нормирование труда, потому что близок к экономистам, и пробить условно говоря в кавычках кандидата, потому что близок к службе безопасности и так далее. Уметь работать удаленно. Ну, тоже понятно, многие уже удаленно работают, рекрутеры могут работать удаленно, в этом ничего сложного нет. Я думаю, что и кадровые работники могут, если они не привязаны к рабочему месту к стационарной программе какой-то. Но сейчас много программ, которые можно через интернет подключать. К трудовой книжке мы тоже скоро не будем привязаны, потому что нам обещают, что трудовые книжки будут в электронном виде вестись. Ура, ура, ждем этого момента. Переходы, конечно. Ну, потерпим, и не такое терпели. Быть профессионалом, бигдата, уметь собирать, распоряжаться большим объемом информации, уметь самообучаться IT-технологии, говорили, быть стремительным, быть универсальным солдатом, знать несколько языков, уметь творчески мыслить, soft skills, хоть те самые, и есть еще понятие эмоциональный интеллект. Это очень важно. Несмотря на то, что мы уходим, как это ни странно, в цифрализацию и роботизацию, да, тем не менее, человеческие качества, они еще больше будут цениться. Это такие качества, как эмоциональный интеллект. Что это означает? Это означает, что мы понимаем свои эмоции, то, что происходит сейчас с нами и умеем ими владеть. То есть, не рвать документы и не раскидывать их, если хочется рвать и метать, а все-таки понимать, что, да, на рабочем месте я должен выполнять свои функции. Это не персональный ко мне, это функционал рабочий. И, с другой стороны, понимать эмоции другого человека и уметь ими, ну, скажем так, управлять, мне не нравится, наверное, это слово, уметь их понимать и, скажем, направлять, направлять, вот тоже мне не нравится, но, нет, мне больше нравится, наверное, уметь подстраиваться, что ли, да, под эти эмоции. Это не значит, что мы вдруг опускаемся на ступеньку ниже, нет. Вот гибкость как раз заключается в том, что нам надо в любой ситуации не давать этого конфликта, а уметь этот конфликт нивелировать. Лучше всего, если будем использовать стратегию сотрудничества. Кстати, у нас есть отдельный тренинг по эмоциональному интеллекту, всех приглашаю. Быть готовым переобучаться всю жизнь, да, действительно, надо готовиться, я помню свое, сколько мне было, лет 25, совсем юная девочка была, и мой коллега в 35 лет, это ему было 35 лет, решил поступить, учиться в высшее учебное заведение, получить высшее образование, у него не было его. И я думаю, боже, вот такой старый, и собрался учиться, боже мой. И сейчас у меня, естественно, поменялось мнение, я понимаю, что и я готова учиться, и дальше, и так далее. То есть время меняется, и требования меняются. IT-технологии, конечно, должны быть, хотя вот здесь не очень корректно написано, что такое IT, это информационная технология, получается информационная технология, технология масломасляная, да. То есть мы должны стать информационной технологией, вот так основой. Быть готовым менять до 10 профессий в течение жизни, тоже, я бы сказала, не профессии, потому что профессии это род деятельности, которой вы занимаетесь, например, врач или учитель, дворник, не знаю, вот, понятно, что мы профессию вряд ли будем менять, а вот деятельность смежную какую-то или не смежную, наверное, менять надо. Допустим, занимался побором, потом ушел в кадры и так далее, вот это имеется в виду. Быть способным к научной дисциплине, подавляющее большинство видов работ будет выстроено в компьютерных технологиях, да, ну, опять вот про компьютерные технологии, и быть готовым к кросс-культурным перемещениям, к работе в разных странах ввиду глобализации. Есть такое понятие, как менталитет, и вы наверняка тоже сталкивались с тем, что восточные люди очень сильно отличаются от западных людей, да, например, на востоке время течет не линейно, как на западе, а оно течет как-то вот, вот я не знаю, как это назвать, как правильно это назвать, и я с этим согласна, потому что вы, наверное, тоже знаете, что бывают случаи, когда время тянется, вот оно тянется, вы ждете автобус, потому что, или какого-то транспорта, потому что вы обозваете, а его нет, ой, боже мой, время идет, идет, посмотрели, минута прошла, там время, вот тянется, и наоборот, оно бежит, когда вы, предположим, опаздываете куда-то, на поезд, на самолет, вы говорите, господи, да еще вот немножко, то есть время совершенно разное, оно действительно не может быть линейным, и отношения-то у них такое же, у восточных людей, если западный человек скажет, что мы встречаемся в 14 на ноль, то в 14 на ноль, там плюс-минус минут, там пять минут, то он будет на месте. Вас очень человек говорит, мы встретимся в 14 на ноль, а потом скажет, ну, обед еще не закончился, тебе придет в 15, в 16, кто-нибудь сталкивался с этим? Нет? О, вам крупно повезло. Да, просто это надо учитывать, это не потому, что это плохо, нет, просто это надо учитывать, обговаривать, уточнять, понимать, закладывать дополнительное время, например, и так далее. Это я к чему? К тому, что мы должны, если мы выходим на международный рынок и работаем с разными людьми, мы должны знать особенности менталитета, это важно. Ну, и еще раз, приглашаю вас в наш клуб, там мы обсуждаем очень интересные вопросы, и в личном кабинете вы сможете увидеть вот эту визитку и увидеть ссылку, по которой можете пройти и общаться с нами, задавать разные вопросы и так далее. Теперь я готова ответить на те вопросы, которые возникли у вас в кабинетах. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за участие. Свои вопросы вы можете отправлять по адресу, который указан здесь у нас, и обращайтесь к нашему менеджеру по поводу курсов, если что-то интересует. Всегда рады видеть вас в нашем центре. Всего доброго. До свидания.